Приветик всем! Я только что вернулась из магазина FixPrice и сейчас я вам хочу показать, что же я там приобрела. Человек с голодного края. На самом деле нет, но вот я уже говорила, что это очень удобно иметь перевернутые вот такие лепешки. Удобно тем, что в отличие от армянского, например, лаваша, который я люблю больше по вкусу, эти все-таки дольше могут храниться и можно немножко, ну, какую-то часть их в запас себе взять. Вот, какие-то из них сегодня я использую уже, какие-то из них реально пойдут в запас. Я думаю, что я использую маленькие. Здесь всего по 4 лепешечки в каждой упаковке. Вот эти малого диаметра томатные, еще малого диаметра мультизлаковые. Так аппетитно выглядят с зернышками. И две такие лепешечки тортильи побольше диаметром. Это со вкусом сыра. Так, и это пшеничные оригинальные. Так, и вот здесь вот можно увидеть, здесь вот можно увидеть их срок годности. Видите? Ну, то есть так, нормально они хранятся. Вот из тех, что покрупнее, я предпочитаю делать такие, как бы, роллы, рулетики, ну, в общем, очень закрытые. А из тех, которые помельче диаметром, из них, ну, получше получается что-то вроде тако или, ну, такие тоже завороточки маленькие. Так, попалась мне пачка жвачки, тоже там беру периодически. Ну, и раз уже у нас про еду разговор, то это называется психомило. Реально, я долго не покупала ничего подобного, но тут прям как с цепи сорвалась, купила целых три пачки жевательного мармелада. Ну, конечно, это не значит, что я все три их сейчас сожру, прям накинуть. Ну, скорее всего, возьму, буду брать с собой, там, так как я не одна, скорее всего, буду их поедать, куда я их возьму с собой, то все нормально. Такой медвежата, жевательный мармелад со вкусом лесных ягод и так, со вкусом червяков, что ли, разноцветные червячки длинные. Ну, короче, все эти вкусы, это в них такая условность. Конечно, это химозина жутчайшая, и даже мне немножко иногда стыдно то, что они мне нравятся, но, тем не менее, они мне нравятся. Необычная покупка, первый раз я решила попробовать мороженое, домашнее ванильное от S-PUDOV. Здесь нужно добавить 200 мл молока и взбивать до увеличения массы, там, по-моему, в 2-2,5 раза, как-то так было написано. Ну, то есть, получится его немного, ну, а потом переложить в емкость с тонкими стенками и поставить в морозилку. Также можно использовать его в электромороженице, вот, но у меня такой радости нет, поэтому я все-таки попытаюсь заморозить в морозилке, посмотрим, что из этого получится. Ну, вот еще голоднюшка, что я себе купила. Бананы сушеные, это не банановые чипсы, которые я ненавижу, это именно, знаете, такие, вот они, прям, такие жирненькие, хотела сказать, но не жирненькие, а сочные, такие влажные, вяленые, там, суховато-вяленые такие бананы. Короче, должна быть очень вкусная штука, ну, и, конечно, очень сладкая, так что в попе слипнется, поэтому, да, нужно с осторожностью к ним относиться. Ну, очередную взяла корзиночку, корзиночка это 55 рублей, у нее не было крышки, такая она обычная. Ну, взяла я ее для того, чтобы в нее там всякие флакончики составлять, у нее достаточно высокие бортики, и это удобно. А еще я не смогла пройти мимо вот этой прелести. Как-то я там особо с посудой, ну, вот с этими формами и так далее. Ну, можно сказать, я зареклась их брать, потому что, ну, железным формам я не доверяю, а вот такие резиновые, силиконовые, во-первых, у меня есть, во-вторых, я их не очень-то люблю. Ну, вот это меня прям поразило. Они вот так стояли, посмотрите, какая красота! Вот это просто прелесть, с таким орнаментом, да, какой-то кексик заполучить. И по бокам здесь, в общем, прелесть. Я даже думаю, может быть, вот это мороженое имеет смысл или не имеет смысл в такой форме заморожать. Наверное, не имеет. Оно же, да, чтобы его там достать, оно же должно чуть-чуть немножечко подтаять, и все равно весь узор уйдет. Да, мороженое нет. Здесь, знаете, что можно будет сделать? Ну, кроме выпечки, можно будет делать десерты застываемые. У меня, как обычно, кошка носится, не обращайте внимания. Десерты застываемые, можно какую-то, знаете, огромную панакоту здесь сделать. Вот моя ладонь, то есть, такой огромный размер панакоты застудить. Мне кажется, тоже интересно может получиться. Короче, пофантазировать можно, мне очень понравился вот этот вот ее барельеф, так скажем. Взяла я домашних нужностей, это пленка пищевая и фольга. Это две пачки вот этих полупрозрачных перчаток, я их использую в хозяйственных целях. Почему-то мне сейчас они нравятся больше, чем их стандартные перчатки. Возможно, это из-за новизны, а может быть, они мне в самом деле как-то лучше сидят. Я еще не разобралась, но я взяла уже две пачки, мне в них реально удобно. Еще по хозяйству я взяла такой рулон тряпок, очень удобно. Не развожу я дома тряпки, которые должны лежать или где-то висеть, сохнуть, пахнуть и так далее. Отрывается тряпка или двойная тряпочка, и как только она перестает быть нужна, она выбрасывается. Может и не экономично, но зато мне так больше нравится, мне так удобно. Я взяла кружечку, на самом деле это кружище, здесь 420 мл, то есть она очень внушительного размера. И мне это нравится, мне эти все, знаете, детские размеры для лекарства, там 250 мл, я именно так их воспринимаю. Знаете, там микстуру выпить, а для доброй такой порции чая, вот это мой минимум на самом деле. Вот, если бы была больше кружек, я бы взяла и больше. Взяла эту одну, потому что мне ее надо унести с собой, чтобы вне дома пить из нее, из своей кружечки. Очередные коробочки я взяла для своих украшений, опять же, которые я, мне очень понравилось их высылать своим покупательницам, милым, именно в этих коробках. Они хорошо, очень качественно сделаны, они плотные, в принципе, ими можно потом еще долго пользоваться. Ну, чтобы сама покупательница потом могла что-то хранить долгое время в этих коробках. В этот раз мне попались вот такие с бабочками, очень симпатичные, я взяла целых 4 штуки. Это самый маленький размер, по 25 рублей, которые. Сюда помещается даже самая крупная брошь, сюда помещается и браслет, ну, то есть, я так называю по крупности, да. Ну, и, конечно, какие-то серьги и так далее. Вот, а средние коробки мне не попались в этот раз, хотя у меня так за последнее время ушли именно средние коробки. Так получилось, вот. Ну, видимо, кому-то средние тоже очень сильно нравятся. Там были самые крупные, но у меня крупные еще есть пока в запасе. И маленькие, ну, вот маленьких я взяла одинаковых 4 штучки. И такая, типа, звезда сегодняшней, сегодняшней закупки. Это классная сумка для покупок, которая стоила 99 рублей. Так, сейчас приближу ее аннотацию. Состав канвас, я даже не знаю, ну, короче, это натуральная ткань, такая. На джинсовую похожа, знаете, такая плотная, что-то среднее между джинсой и льном. Ну, вот, вот такая ткань. Она плотная, она аккуратненько, достаточно аккуратненько для фикс-прайса сшита. У нее длинные ручки, в принципе, на плечо такая ручка тоже пролезет, если не очень сдобное плечо. Вот, она не огромного размера, если честно. Даже не знаю, как. Сейчас я принесу линейку. Так, вот так, да. То есть, 39 сантиметров в высоту эта сумочка. И 33 сантиметра в ширину. Так, сейчас еще раз уж линейка здесь. Ну, где-то 20 сантиметров высота вот этой проймы под ручками. В натянутом состоянии. И у нее есть такое дно. Оно раскрывается. Его ширина около 7 сантиметров. Шрифт такой же, как моя бутылочка. Знаете, этот тренд, да, My Bottle подписывают. Take me with you. Простая абсолютно, сзади больше ничего нет. Так, уже волос какой-то. Как всегда. Внутри она никак не застегивается. Ну, то есть, такая сумка для покупок обычная. Класс. Она мне очень нравится. Ее такое, типа, эко-стиль в некотором роде. Ну, супер. И я уже говорила, что я стараюсь не брать пакеты с собой всякие. Там, приносить их домой и так далее. Вот, пусть будет и такая небольшая сумка тоже у меня с собой. На сегодня это все. Пишите, пожалуйста, про ваши удачные находки в этом магазине. Что из интересного вам приобрели вы. Может быть, что-то особо полезное какое-то. Находили ли вы уже такую сумку и как вы относитесь вообще к таким авоськам с собой. Пробовали ли вы делать подобное мороженое. И как у вас получилось, может быть, есть какие-то полезные советы. Я знаю, что, в принципе, мороженое, кстати, перемешивают. Ну, вот, когда готовят его в морозилке. Вот. Больше из полезных советов я пока ничего не знаю. Так, ну и на сегодня это все. Всем спасибо. Всех обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok